Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии я, Анна Касаткина. Агентство Reuters сбило стоимость евро, но покупатели не отчаиваются, тем более, что ситуация располагает к росту. Сильные данные из Китая избавили инвесторов от беспокойства по поводу замедления мировой экономики. Слухи о том, что несколько представителей ЕЦБ поставили под сомнение восстановление экономики еврозоны в этом году перекрыли кислород покупателям единой валюты во вторник. Пара евро-доллар ушла вниз и закрылась около отметки 1,1280. Сегодняшний день евробыки начали со штурма уровня 1,13. На старте торгов в Европе курс достиг значения 1,1314. Основная пара вновь под контролем покупателей. Доллар США на европейской сессии существенно дешевеет. Давление на курс оказывает отчет об экономическом росте Китая, который в первом квартале оказался выше прогноза. Показатели промпроизводства и розничные продажи также превзошли ожидания. Трейдеры оценили более позитивный сценарий по Китаю. В фокусе рынка новости из евроблока. Годовая инфляция в регионе ожидаемо замедлилась в марте до 1,4% с февральских 1,5%, что вряд ли обрадовало евро. К тому же власти Германии вновь существенно урезали оценку роста экономики страны в текущем году. Теперь ожидается, что ВВП Германии увеличится лишь на 0,5%. Осенью прошлого года ожидалось, что рост составит 1,8%. Динамика фунта мало выражена. Парламентские каникулы не позволяют добиться какого-либо прогресса по теме Брекзита. Пару фунт-доллар контролируют продавцы. На ранних торгах она опускалась до отметки 1,3039, затем была попытка коррекции, но неудачная. Сегодня стало известно, что инфляция в Великобритании не поддалась ожиданиям умеренного ускорения до 2% и осталась стабильной в марте на отметке 1,9%. После выхода данных фунт продолжил топтаться на месте. Золото в среду в небольшом плюсе на фоне аппетита инвесторов к риску, но все еще находится ниже уровня в 1300 долларов. Июньский фьючерс Нью-Нью-Йоркской товарной биржи оценивается в 1278 долларов за унцию и в ближайшие дни, похоже, не уйдет за эти пределы. С приближением пасхальных праздников активность на рынке снизится. Трейдеры перед длинными выходными захотят закрыть открытые позиции, в связи с чем ожидается высокая волатильность.